Без Деда Мороза Новый год не праздник. Обращение оперативно нашло у своего адресата. В Центр управления регионом прибыл главный новогодний волшебник. Дед Мороз читает сообщения самарцев, которые они написали в социальных сетях. Несмотря на пандемию, многие родители хотят устроить детям праздник и проводить утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки. Но этот год особенный и мерам безопасности повышенное внимание. Поэтому Дед Мороз призывает самарцев не собираться большими компаниями. Больше прогуливаться на свежем воздухе, а старшее поколение наоборот. Поберечь себя и оставаться дома. Проводите больше времени с детьми, на катке, веселитесь. Ведь когда же еще такое волшебное время будет? Ну и не забудьте же, конечно, поздравить своих бабушек и дедушек. Обязательно по телефону. Сообщение от жителей региона фиксирует федеральная система мониторинга соцсетей «Инцидент-менеджмент» – основной инструмент работы ЦУР. Она отбирает жалобы граждан в декабре в топе проблемных тем – ЖКХ, здравоохранение, образование, социальное обслуживание и экология. Мониторинг идет круглосуточно. Самые проблемные участки отображаются на тепловой карте. Подключается система, по ключевым словам, вносят ее в инцидент-менеджмент. И подключаются сотрудники-модераторы, которые в течение короткого времени вводят ее в систему. Срок реагирования на такой инцидент до трех часов. То есть, соответственно, будем работать над тем, чтобы сроки укорачивались. Благодаря своевременной реакции ЦУР, служба благоустройства Самары, готовясь к грядущим снегопадам, расчистили улицы с учетом пожеланий горожан. Кроме того, уменьшили расход реагента Бионорд. В конце декабря жители особенно часто писали в Инстаграм и ВКонтакте о том, что на дорогах областной столицы – каша. Специалисты ЦУР среагировали и донесли просьбы самарцев до администрации города. Ну, наверное, да. Мне кажется, для экологии лучше и для нас. Пусть его не используют. Пусть ищут другие современные безопасные способы. С обуви грязь такая идет везде. И дома тоже, дома грязь тащим. Я думаю, что когда нету гололеда, то не надо. За месяц работы в ЦУР региона поступило почти 4,5 тысячи обращений от жителей области. Количество ответов органов власти на вопросы и жалобы выросло на треть. Сергей Кизоркин, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.